Героем нашей истории является женщина по имени Маргарита, которая жила в небольшой деревне на окраине города. Маргарита была красивой, сильной и независимой женщиной. Она была счастлива в своем браке и имела прекрасную пятилетнюю дочь по имени Алиса. Они жили в уютном доме, окруженном цветущими садами и заботой друг о друге. Однако в последнее время все начало меняться. Муж Маргариты, Петр, начал часто пить. Сначала она думала, что это временное явление, вызванное стрессом на работе. Но с каждым разом его запои становились все чаще и безудержнее. Злоупотребление алкоголем отражалось не только на его здоровье, но и на их семейной жизни. Постепенно Петр начал терять свою работу из-за постоянных опозданий и непригодности для выполнения своих обязанностей. Он стал агрессивным и нервным, постоянно причиняя боль и страдания Маргарите. Петр изменял ей, безжалостно нарушая свои супружеские обязательства. Маргарита терпела его выходки, надеясь, что это всего лишь временные трудности и что он сможет исправиться. Она боялась разрушить свою семью и нанести боль своей дочери. Она верила, что Петр сможет измениться и вернуться к ним. Однако однажды произошел переломный момент в их жизни. После очередной ночи пьянки Петр вернулся домой с воплями и криками. Он пришел в ярость и начал кричать на Маргариту. Вскоре его гнев превратился в насилие. Он вытолкнул ее за дверь и начал бить. Алиса, пятилетняя девочка, наблюдала за этим ужасом, испуганная, слезами на щеках. Она была свидетелем боли и страдания своей матери, и в ее глазах отражался страх и непонимание происходящего. Внезапно, как будто из ниоткуда, в лесу, окружающем деревню, появился волк. Огромный и мощный, он проник во двор Маргариты, зарычал, показывая свои острые зубы, испугнул Петра. Тот отступил, испуганный и неуверенный, а волк исчез в лесу. Этот эпизод стал для Маргариты точкой перелома. Она поняла, что больше не может терпеть насилие и жить в страхе. Она осознала, что должна защитить свою дочь и себя от этой жестокости. Маргарита решила, что достаточно мучений и не сможет жить с человеком, который не уважает и не любит ее. Они развелись, и Маргарита начала новую жизнь. Она нашла работу, чтобы обеспечить себя и свою дочь, и стала сильнее и увереннее в себе. Маргарита обрела поддержку и солидарность среди своих друзей и соседей, которые помогли ей пережить этот трудный период. Время прошло, и Маргарита с Алисой снова нашли счастье в своей жизни. Они стали независимыми и свободными, обрели мир и безопасность. Это история о Маргарите, о женщине, которая смогла преодолеть трудности и насилие, чтобы обеспечить себе и своей дочери безопасность и счастье. Она нашла в себе силы вернуться к жизни и сделать выбор в пользу себя и будущего своей семьи. Маргарита стала примером для других женщин, заполнив свою судьбу смелостью и решимостью. Волк, который появился в их жизни, стал символом силы и защиты. Он помог Маргарите осознать, что она заслуживает лучшей жизни и что способна на многое. История Маргариты показывает, что любая женщина может стать героем своей собственной жизни, независимо от трудностей, с которыми она сталкивается. Она нашла силы и смелость внутри себя, чтобы изменить свою судьбу, и эта история должна вдохновить всех нас быть сильными и бороться за справедливость и свободу. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.